Анчелотти первым трижды выбил Пеппа из Лиги Чемпионов. В предыдущих двух случаях Реал выиграл трофей. У Холланда лишь 11 точных передач за два матча с мадридским Реалом. Дембеле, Кимих, Вальвердо и Бранд номинированы на приз игроку недели в Лиге Чемпионов. Мадридский Реал выходил в 1-2 финала Лиги Чемпионов 17 раз. Это чаще всех. Бавария идет вторая, у нее 13 раз. Сити 34 раза бил поворотом Реала против 8 ударов у Мадрида. Счет по угловым 18-1 в пользу горожан. Нойер провел 58-й сухой матч в Лиге Чемпионов и побил рекорд Кассильаса. У Эрлинга Холлана нет голов и ассистентов в четырех матчах против мадридского Реала. Родриго стал девятым игроком с 20-ю голами в Лиге Чемпионов за мадридский Реал. Вингер забил Манчестер-Сити. Найк предлагает Барсе улучшенный контракт на 10 лет со следующего сезона. Лапорта считает предложение нерыночным и хочет получить самое крупное соглашение в истории спорта. Реал предложил 10 миллионов евро за 18-летнего вратаря Трапзанспора Чевикана. Весной 2009 года лондонский Арсенал в последний раз играл в полуфинале Лиги Чемпионов. С тех пор канонеры либо вылетали из турнира до этой стадии, либо и вовсе в Лигу Чемпионов не попадали. На защитника Марка Пубеля, который год тому назад перебрался в Альмерию из Леванте, положили глаз сразу два итальянских гранда – Интер и Милан. Нападающий РБ Лейпцига Бениамин Шешко по-прежнему фигурирует в списке трансферных интересов Манчестер Юнайтед. Дьяволы уже давно называются в числе претендентов на Славенца наряду с другими клубами английской премьер-лиги. Франческо Камарда близок к тому, чтобы покинуть свой родной клуб ближайшим летом. Руководство клуба не может достигнуть договоренности с агентом-футболистом по поводу условий нового контракта. Внимание, Майчич отговаривает лидера Бенфики Жоуа Невыша от перехода в Манчестер Юнайтед к Эрику Тенхагу. Байер хочет оставить в своем составе защитника Йосипа Станишича, права на которого принадлежат Бавария и Мюнхен. Однако пока конкретного предложения Бавария не получала. Атлетику Мадрид в предстоящее трансферное окно может кардинально изменить линию атаки. Сразу три форварда могут покинуть клуб уже этим летом – Альваро Марата, Мэмфис Де Пай и Ангель Кореа. Александр Ля Казет может продолжить карьеру в одном из экзотических направлений. Интерес к французскому форварду проявляют сразу несколько клубов из МЛС и Саудовской Аравии. Вингер Фиориентины Николас Гонсалас в нынешнем сезоне демонстрирует вполне неплохую форму. За 26-летним аргентинцем продолжает следить Брайтон. Несмотря на достаточно длительный контракт и безоговорочное место в основном составе, капитан Наполе Джованни Ди Лоренцо задумывается о смене клубной прописки. Вингер Джейдан Санчо открыт ко второму шансу в Манчестер Юнайтед, если клуб уволит своего главного тренера Эрика Тенхага. Напомним, Санчо угодил в опалку к Тенхагу в сентябре, когда через социальные сети возразил Эрику, который обвинил подопечного в плохой работе на тренировках. В результате Санчо был изолирован от первой команды Юнайтед, а в январе на правах аренды вернулся в Дортмундской Баруси, с которой накануне достиг полуфинальной стадии Лиги Чемпионов. Как сообщает iNews, ссылаясь на близких Санчо-источник, 24-летний англичанин не ставит крест на своей карьере в Манчестере и готов начать заново, если Тенхаг уйдет. На том, чтобы дать Санчо второй шанс, настаивает Джейсон Уилкокс, заступивший на должность технического директора Юнайтед, но в данный момент приоритетным вариантом клуба с Олд Траффорд является продажа Джейдена. Впрочем, далеко не факт, что Юнайтед удастся найти покупателя на Санчо, купленного у Баруси за 73 миллиона фунтов. Арсенал выставит нападающего Эдди Нкетти на трансфер грядущим летом по цене в 40 миллионов фунтов. Нкетти, воспитанник Академии Арсенала, дебютировал за первую команду еще в сезоне 17 18-18. Эдди сыграл свыше 150 матчей за канониров, но так и не смог сделать серьезную заявку на место в стартовом составе. Не удалось Нкетти проявить себя и в этом сезоне, несмотря на недостаток выраженного бомбардира в команде Микеле Артеты и длительное отсутствие Габриэля Жезу с травмами. Арсенал собирается пожертвовать Нкетти, как прошлым летом пожертвовал Фаларина Балагуна. При этом к англичанину существует большой интерес из премьер-лиги. Заполучить Нкетти хотят Вестхэм, Кристал Пелос, Фулхам и Борнмут. Ювентус проиграл дело против Криштиану Роналдо У португальцев было тайное соглашение с туринским клубом, позволяющее Ювентусу отложить выплату в период пандемии коронавируса. В рамках этой сделки Бианганери до сих пор не перевели Форварду обещанные 20 миллионов евро, хотя выплату обещали даже в случае ухода Криштиану Роналдо. В сентябре прошлого года стало известно о намерении Форварда обратиться в суд. Спорт Медиасет сообщает, что по итогам разбирательств футболист получит 9,7 миллионов евро и проценты. При этом арбитражная коллегия приостановила, что ответственность несут обе стороны. Роналдо признан виновным в бездействии и в халатности, и поэтому получит лишь половину суммы. Ювентус следит за рядом игроков для потенциального усиления состава Как сообщалось ранее, туринцы проявляют интерес к 22-летнему вингеру Мэйсону Гринвуду, выступающему за Хетафи на правах аренды из Манчестера Юнайтед. Клубы могут совершить обмен игроками, так как Эмью хотел бы приобрести центрального защитника Ювентуса Брэмора. Также итальянскому клубу нравится полузащитник Лиля Эдден Жигрова, который способен играть на обоих флангах. Срок контракта 25-летнего футболиста с французским клубом истекает в 2026. Рассматривается вариант и с подписанием Альваро Марата, который уже дважды выступал за туринский клуб. Предполагается, что он мог бы заменить Душана Влаховича в случае его ухода. Испанца видят в качестве опытного игрока, который мог бы стать ориентиром для молодого поколения игроков, впервые попадающих в основную команду. Кроме того, Бьян Канери продолжает следить за 26-летним полузащитником Дженуа Альбертом Гудмансоном. Исландис является приоритетной трансферной целью Интера. Помимо этого, Ювентус еще следит за Доминико Берарди, которого рассматривал минувшим летом. Однако 29-летний футболист Саула, выбывший на несколько месяцев из-за разрыва Ахилла, может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Нападающего лондонского Вестхэма Мохаммед Кудус летом может продолжить карьеру в более сильном коллективе из английской премьер-лиги. Ганни сможет отправиться в Ливерпуль и заменить Мохаммеда Салаха, если египтянин решит летом продолжить карьеру в Саудовской Аравии. 23-летний игрок проводит дебютный сезон в английской премьер-лиге после того, как прошлым летом перебрался в Вестхэм из амстердамского Аякса. Сейчас на его счету 7 забитых голов и 4 результативные передачи. Отметим, что контракт Салаха с Ливерпулем рассчитан до лета 2025-го. Египтянин пока не тянется к новому соглашению, поэтому Скаузеры рассматривают вариант с продажей в ближайшее трансферное окно. Нападающий Энтони Марсиаль, правами на которого владеет Манчестер Юнайтед, может трудоустроиться в другом английском клубе. Об этом рапортует журналисты Тим Тал. По сведениям источника, заполучить французского форварда в своей ряды намерен лондонский Тоттенхэм. Шпоры рассчитывают подписать Марсиаля на правах свободного агента в летнее трансферное окно. Кроме лондонского клуба, в трансфере заинтересованы Туринский Ювентус и Миланский Интер. В нынешнем сезоне английской премьер-лиги Марсиаль провел 13 матчей, в которых отметился одним забитым мячом. Защитник сборной Франции и Барселоны Жюль Кунде может сменить клубную прописку. Как стало известно журналистам Тим Тал, в подписании футболиста заинтересован Манчестер Юнайтед. В манкунианском клубе рассматривают Кунде в качестве замены защитнику Аарону Уан Бисаки, а в подписании французского футболиста лично заинтересован новый совладелец Манчестер Юнайтед, сэр Джим Рэтлиф. Жюль выступает за Барселону с 2022-го. Срок действующего соглашения между сторонами рассчитан до 2027-го. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро. В Манчестер Юнайтед зреет кардинальная перестройка состава и ожидается, что много кому укажут на двери этим летом. Но с отдельными исполнителями хотели попрощаться еще зимой. Так, на Олд Раффорд тогда намеревались продать вингера Антони, который в нынешнем сезоне не блещет результативностью, оценив его в 50 миллионов фунтов. До трансферов дело так и не дошло. Орудий Галетти сообщает, что вряд ли игрока удастся продать и летом. Красные Дьяволы рассчитывают попрощаться с Антони за приятную сумму с намерениями отбить как можно больше денег за его трансфер. Но на сегодняшний день ни один клуб не обращался к Манчестер Юнайтед по поводу его покупки. Если вингера не удастся продать, то тогда на Олд Раффорд будут вынуждены свернуть сделку по подписанию его замены, которой должен стать Майкл Олиссе из Кристал Пелос. Продолжение следует... Продолжение следует...